Сегодня в команде «Утро добрых дел» я, Надежда Семензяева и мои коллеги. Надежда Бурова, главный специалист управления соцзащитой населения Центрального района, и Ольга Правитель, партнеры и друзья телеканала «Инисей» – компания, которая реализует полезные экопродукты. Мы сегодня пришли не просто так, а зачем, Надежда? Мы приехали поздравить одну из многодетных семей Центрального района с грядущим первым сентября и вручить им небольшие подарки – узнать, как семья готова к первому сентября. Причем мы уверены, что этот учебный год ребята проведут с ошеломительным успехом, потому что мы уверены, что здоровое питание поддерживает интеллект. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, чем вам может быть полезна команда «Утро добрых дел» сегодня? Ну, поднять детям настроение перед как раз первого сентября, они идут в школу, волнуются. Кто-то не хочет, может быть, в школу. Наталья Сальникова волнуется вместе с детьми каждую осень. Новый учебный год, новые надежды и новые тревоги. Ее сыновья очень любят школу и ответственно относятся к учебе даже слишком. Первое сентября воспринимают как праздник. И команда «Утро добрых дел» решила сделать его ярким, красочным и очень вкусным. Вот это полезные перекусы. А вот это ребятишка можно даже сейчас. Народ, можно, да? Да, самоидите. Угощайтесь, выбирайте. Здесь только хлопья на здоровье. То есть здесь хлопья, овощи и фрукты. И больше ничего. Здесь нет сахара. Вместо сахара используется мед. Наша пища должна приносить на максимальную пользу, чтобы мы всегда были бодрыми и веселыми, могли много всего делать. В частности, дети могли хорошо учиться. И поэтому, если вы хорошо знаете, что чипсы, они, например, не полезны, хотя дети их очень любят. Вот это так же вкусно, как чипсы, но гораздо более полезно. Ребятам мы подарили мед с черникой, финики, сушеные овощи и зелень, а также огромную дыню, яблоки и апельсины. Пока наша команда любителей правильного питания накрывает на стол, мы отправляемся готовить фрукты. За столом разговариваем о школе, о веселых одноклассниках, о новых знаниях и эмоциях. Но тревога, то и дело, проскальзывает в интонациях. Мне не сильно хочется в школу идти. А почему? Ну, экзамены сдавать. Дополнительно я хочу сдать на 4. Вот химию и биологию. Ну, если биология получится на 5, будет хорошо. А русский, математику, на 3. Хоть бы. Когда разговор заходит о будущих профессиях, общий тревожный настрой сходит на нет. Мне не хочется в школу, потому что когда заканчиваете экзамен, в следующем году, 19-го года будет, экзамен буду сдан, и все, какую-то профессию пойду. Команда «Утро добрых дел» справилась со своим заданием. Наши подопечные ребята отправятся в школу с радостью. Ну и напоследок даем родителям многодетных семей полезную информацию. Держи Николаевны, я слышала, какие-то изменения будут вот с озером. И ежемесячным пособием детским. И вот хотелось бы узнать, какие у вас изменения. С 31 июля 2016 года вступили изменения в два закона Красноярских краев. По этому закону семья будет считаться многодетной. Ну, семья с тремя детьми и более. До 18 лет, это раньше было, сейчас будет семья считаться. Если ребенок 18-летний учится в общеобразовательной школе, то семья будет продолжаться считаться многодетной до тех пор, пока этот ребенок учится в школе, пока он ее не закончит. То есть продлили срок, ну, период многодетной семьи, получается. Продлен срок действия, как бы, обращения за мерами соцподдержки. Ну а телефон команды «Утро добрых дел» 2-33-11-66. Звоните, мы умеем все и всегда рады новым заданиям. Редактор субтитров А.Семкин